Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто впервые открыл подобное видео, я немножко объясню. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, которые здесь в стране публикуются в официальных СМИ и в социальных сетях. Перевожу просто на русский язык, чтобы вы могли знать, если вас это интересует, что здесь в стране происходит, что на самом деле интересует турок, о чем они сплетничают, что их безумы беспокоят. Я не профессиональный журналист, это просто мой личный блог. В инфобоксе под видео я оставлю ссылку на телеграм-канал новостей о Турции. Там самые свежие новости. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки и оставляйте эмоции. Ну а мы с вами приступим. Прошедшим вечером, поздним ночью, в Малатии было землетрясение. Было оно 5,3 балла. Землетрясение произошло в 8.30 вечера по местному времени турецкому. Да, это сильное землетрясение. 5,3 балла это ощутимо. Очень важное землетрясение. Два фактора. Первое, на какой глубине оно находится за подземной толчкой, как близко к коре. И второе землетрясение, это время, как долго оно длится. Даже не очень сильное по баллам глубокое землетрясение, если оно будет длиться достаточно долго, больше нескольких минут, оно может привести к разрушениям зданий, к гибели людей. 22 человека пострадали. Слава богу, никто не погиб. 22 человека с повреждениями, с переломами госпитализированы. Это те люди, которые в панике, в страхе, прыгивали с окон или с балконов своих квартир. Хочу отметить, как последствия этого землетрясения, насколько видна паника людей и страх перед землетрясением. И вообще, насколько сейчас вообще нагнетается эта атмосфера перед землетрясениями. Уже сегодня, на следующий день, и даже ночью это было, все начали вспоминать статью, которая была опубликована еще в апреле месяце после большого землетрясения в Кахраман-Мараши. И там ученые из Америки предупреждали именно, потому что в этом регионе, в Малатье, будет землетрясение в этом году порядка 6,8 баллов. Вчера, слава богу, было гораздо меньше 5,3, но 5,3 — это очень ощутимые серьезные баллы. Конечно же, все начали вспоминать эти предказания. И вот это вопрос о сейсмеактивности, землетрясении. Последние пару недель вопросы экономики и вопросы землетрясения, самые популярные в обществе. Это все ТВ-шоу, каналы, топовые газеты статьи выпускают и так далее. Все об этом говорят. Прогнозы по Стамбулу, что там будет вообще 7 баллов и даже 7 с лишним. И на прошлой неделе ученый, турок, который предугадывал, предсказывал эти землетрясения в Стамбуле. Также выгрузка была по районам, которые могут очень сильно пострадать. На самом деле, если мы откроем карту Стамбула, то это будут все прибрежные районы вдоль Мраморного моря. Самое, кстати, Тейкердай-Шаркёй. Шаркёй — это такое курортное местечко. Вот возле него там именно самый большой разлом плиты, и там будет очень самое сильное землетрясение. Это периодически бывают неслабенькие такие. Но Тейкерда — город. И вот под Босфором плита, где расходится. Это все, что это Авджеллар, Бакаркёй. И все, что у нас по берегу к центру идет с азиатской стороны, с европейской в том числе. И там есть опасность цунами. Урбанистики, министр урбанистики надзора города, городов в стране. Он заявлял о том, что у нас снизится ценз. То есть сейчас, в данный момент, для того, чтобы перестроить здание, снести его, поставить по новым технологиям системе устойчивости, для этого требуется 2 трети жильцов, которые должны дать добро на эту перезастройку. Но в этом году будет менять закон, для того, чтобы застроить, снести здание, поставить новое системе устойчивое. Будет достаточно 50% жильцов, половины жильцов дома, для того, чтобы подписать документы, начать перестройку. Когда в феврале было землетрясение в Кахраман-Мараши, в том, что многие люди, практически 80% стамбульчан, запросили проверку своих домов, экспертизы на опасность, устойчивость к землетрясениям, столкнулись с проблемой, что даже не все жильцы давали согласие на это исследование. Очень многие боятся потерять свое жилье. Очень многие боятся того, что жилье признают недействительным, негодным. И их просто выселят, они будут вынуждены, например, снимать жилье. Это очень дорого сейчас куда-то передвигаться к родственникам, может быть, таких нет. В общем, вообще им страшно потерять свою недвижимость. Они готовы жить в старом жилье, которое опасно, и может, по сути, ситуацию ЧП под собой похоронить. Они боятся, не верят, не доверяют, и боятся лишиться жилья, если его будут перестраивать. Я хочу обратить внимание, что очень многие люди, естественно, все выбежали на улицы прошлой ночью в Малатье, и очень много людей остались ночевать в палатках, в спальных мешках, под открытым воздухом. Это говорит о огромном психозе, о панике, о том, насколько люди боятся землетрясений, потому что они всегда живут в этом страхе. И я не знаю, я не представляю, я вообще не вижу людей, которые бы были к этому безразличны, кого бы это не затрагивало, и кто бы здесь не боялся землетрясений. Это общий страх, который сковывает и пугает абсолютно всех. У нас опять дорожает бензин, по прогнозам будет 36 лир, опять надбавочка будет небольшая. По итогу будет 36 лир, стоит литр бензина. В Стамбуле, в частности, таксист решает, куда вы едете, а не твой запрос, куда тебе нужно. Если ему по пути, то он тебя отвезет. Если ему неудобно или трафик пробки, то он тебе откажет. Полицейские, вообще проверки очень часто у нас бывают и были, по таксистов-то ничего нового. Но тема просто сейчас настала максимально острая. Полицейские в штатском, в гражданском очень часто делают контрольную закопку, проверяют таксистов. Ну, садятся, как обычные пассажиры, они всегда с камерой на груди скрытой записывают. До этого, вот год назад был, прошлым летом ВИЧ, это неоправданные завышенные тарифы, то есть они накручивали в таксометрах каким-то образом, в общем, что таксометр в два раза больше показывал, как за километры проезженные потрачены, денег больше просили. В этом году они отказывают, как сказать, клиентам своим. Недавно буквально контрольная закупка в Стамбуле на днях. И в штатском полицейский, полицейскому водитель отказал таксист везти его туда и предложил ему воспользоваться, арендовать самокат в аренду. Это будет ему, типа, удобнее, быстрее, типа... Не, все будут, типа, выигрыши. Вообще, отвали от меня, он на самокате проедется. В ответ полицейский его на месте оштрафовался. Штраф практически 4500 лир, там 4400 с чем-то. Ну, это 4500, немаленькая сумма. И сказал о том, что машину его он конфискует, то есть она будет на штрафстоянке, работать он на ней не сможет. Хочу напомнить, что в Турции очень дорогие разрешения на работу такси для машин, чтобы их зарегистрировать. Это все очень легально, официально, такси еще дорогие, поэтому... И для тех, кто, по сути, такси и автопарк открывают такси, богатые очень люди. То есть это несколько, там, миллионы, короче, лир, долларов, само разрешение получить. Это все, короче, серьезно. И таксист, когда услышал о том, что его машину дадут на штрафстоянку, он зарабатывать не сможет, еще и штраф платит, он начал угрожать полицейскому тем, что он тогда машину эту вообще сожжет, и никуда он с места вообще не двинется, типа, а-ля, такой протест его начался. Начал угрожать своей жизнью, типа, машину вообще сожгу, я с собой не знаю, что сделаю, вы мне, типа, не даете возможность зарабатывать, мне что, с голоду помирать и так далее. Ну, в итоге полицейские его скрутили, отвезли в полицейский участок за вот эту угрозу, там, поджога и так далее, и так далее. В общем, его задержали. Позапрошлым вечером было совещание, и президент просто снял одним ростчерком пира 57 глав провинций. То есть, по сути, это продолжение чисто, которое начались, самые большие перестановки в правительстве, в топ-менеджменте страны, после выборов. Если мы помним, он переставил всех, практически поменял очень ключевых министров, экономики, МВД и внешней политики, разведки и так далее. И еще экономический сектор, прям все, весь топ-менеджер сменился. Соответственно, сейчас даже дошли до глав регионов. Очень много видео появилось, когда вот жара, эти дни, сейчас, кстати, там более похолоднее стало, но в такую огромную жару люди спасали животных, просто на улицах животные из лесов выходили к людям за помощью. Отпаивали, откармливали, давали тенек или как-то охладиться животным. Это очень много черепах, диких кабанов выходило к людям. Господи, всякие-всякие разные животные, очень много всяких птичек, попугаев и так далее. То есть, животным тоже тяжело было, им нужно было как-то спасаться. Очень много появилось в интернете видеороликов, когда люди спасали животных, отпаивали их, откармливали, давали тенек, в общем, давали им передохнуть. Буквально неделю назад по улице Токсим в масках и в такой откровенной одежде прошли контент-мейкеры из OnlyFans. Ну, это в качестве рекламы, хайпа они прошли, привлекли внимание. Это самое поистекляль, это самая пешеходная, активная улица. Там тысячи людей проходит в течение дня, и там теракты всякие бывают, потому что скопление людей большое. И эти люди раскидывали однодолларовые купюры в воздух, люди просто как сумасшедшие падали на землю, собирали эти деньги. Ну, что, они прошли в масках, но несмотря на это, буквально через 3-4 дня их задержали абсолютно всех, завели уголовные дела, изъяли, как доказательство, у них еще оставались долларовые купюры с отпечатками пальцев и так далее. То есть, все их личности были установлены по камерам наблюдения, распознаванию лиц и так далее. Какая к ним будет применена статья на данный момент, пока неизвестно, но это что-то типа а-ля хулиганства, административный штраф, скорее всего. Хотя, по сути, как таковой закон не был нарушен какой-то. По сути, не запрещено кидать деньги, или не запрещено идти в какой-то откровенной одежде, ну, в плане там, в декольте глубоком, или еще что-то. Чего-то такого супернепристойного тоже сделано не было. Но вот этот сам хайп, вот это поведение, оно очень сильно не понравилось общественности, в частности полиции. И решили это оставить не безнаказанным, на это внимание акцентировали. Ну и вообще, к теме таксистов хочется отметить, что из-за повышения стоимости бензина, топлива и налогов всех, и у нас в один день в Стамбуле, в частности, не по всей стране, в Стамбуле резко повысилась стоимость такси и общественного транспорта. Стоимость метро 15 лир, метробусы 22 лиры, метробусы это автобус, который едет по выделенной своей, по наземный транспорт, по выделенному своему пути. В такси, по таксометру посадка теперь 19 турецких лир, километр стоит 13 лир, то есть 19, ну, 20 лир это сразу, к этой сумме вы примерно прикидываете, сколько километров проезжаете, умножаете это на 13, плюсуйте к 19. Сейчас в среднем по Стамбулу минимальная поездка стоит 70 лир где-то, от 70 в среднем и выше. И еще именно в Анталии, во всем этом округе, это Анталия, Алания, Кемер, все туда у нас входит, мэр заявил о том, что будет тоже внесены поправки, будут в закон, нет юридической или административной ответственности для иностранцев за это, но иностранцев, которые незаконно субаренду берут квартиры, то есть на пересдачу живут, то их будут выселять, если это будет найдено. А в Турции вообще по закону, официально, да, если ты находишься в какой-то период времени, долгий, это отель, как-то регистрация там идет, или ты живешь по, по сути, адресу какому-то прописку, то есть если ты живешь там несколько месяцев, полгода там и так далее, то для получения ВНЖ почему важна прописка, да, чтобы людей всех отслеживали, что, где, как, что, как находится. Так вот, если будут находиться, что люди живут не по своей прописке в Турции на долгом периоде времени, или снимают жилье по пересдаче какой-то, а тот человек, который ему сдал, владельцам жилья, не является, он только пересдает, субаренду делает, и, соответственно, не платит налоги в казну государства. Для тех, если поймают таких иностранцев, которые будут жить по такой субаренде, вот наказания административного пока не будет никакого, но их будут выселять. Новость такая, она уже не свежая, поэтому будет у нас последний. У нас в Турции взорвался склад на Черноморском побережье, склад с зерном. Это, конечно же, новость облетела все СМИ. И вот на данный момент у нас существуют две версии вообще, но эту тему очень быстро замяли. И так как землетрясение, все это как-то как бы скралось, вся эта история, акцента на нее большого не было через несколько дней. Вообще, когда взорвался склад с зерном, говоря, сначала было при погрузке этого зерна, разные были данные, но две версии. Первая, это то, что пыль от зерна сдетонировала. Есть такое природное явление в физике, что пыль, она, да, с частичками, она может взорваться. Но, тем не менее, зерно еще осталось, его дальше продолжают отправлять. И, в принципе, этот порт, он функционирует и работает. Дальше работа продолжается. Каких-то таких заявлений на эту тему через неделю после события пока что не было. Будем ждать. Какие-то итоги в конце недели все-таки должны были быть. Какие-то версии или какое-то расследование. Но пока что все зависло на этих двух версиях. Какая, кажется, правдивая, посмотрим. Но на данный момент умы турок заняты, конечно же, землетрясениями, последствиями вот этими всеми страхами. Посмотрим, как эта новость будет развиваться и узнаем, в чем причина. Спасибо вам большое за внимание, что посмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, напишите ваш комментарий. Если есть вопросы, задавайте. Увидимся с вами через неделю в следующем выпуске новостей из Турции. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok